Всем привет! Сегодняшний выпуск посвящен книге во вселенной Звездные войны. Называется она «Путь разрушения». Автором является Дрю Карпишин. И это первая книга в трилогии о Дарти Бэйне. Довольно широко известный персонаж, который разрушил старый орден ситхов и создал правило, которое называется «Правило двух». Согласно ему, в ордене должно быть только два ситха, мастер и его ученик. Один воплощает власть, другой ее жаждет. И больше никого быть не должно. Знакомимся мы с Бэйном, когда ему было еще лет 20. Звали его совершенно по-другому. Никаким ситхом и уж тем более дартом он не был. Он жил на планете, которая является скорее поселением для работяг, которые с утра до вечера трудятся в шахтах, добывая для республики очень ценный материал. И как раз одним из них Бэйн и является. Жизнь у паренька довольно тяжелая была. Его мама умерла при рождении. Отец в связи с этим ненавидел паренька. Постоянно его как-то третировал, избивал, измывался над ним, винил его во всех своих бедах. И даже когда батя умер, у Бэйна, в общем-то, дела особо не наладились. Он продолжил работать в шахтах и каких-то перспектив в своей жизни не видел. Однако так складываются обстоятельства, что он вынужден бежать с планеты, вынужден скрываться и, чтобы хоть как-то нормально жить, по совету своего друга вступил в орден ситхов. Ну а когда туда прибыл, выяснилось, что он, что точнее в нем, дремлет довольно-таки могущественная сила. Лидеры ситхов это замечают. Между собой приходят к выводу, что, возможно, Бэйн является тем самым мессией, о котором там где-то что-то кто-то говорил. И, возможно, если они все грамотно сделают и грамотно натренируют паренька, то, возможно, он поведет их, скажем так, к победе. Они возвеличат весь орден и с его помощью они смогут захватить всю галактику, победить джедаев и, в общем-то, поработить республику. И как раз с этого момента, с того момента, как они берутся его учить, нам рассказывают о том, какие обстоятельства, какие ситуации привели к тому, что Бэйн пришел к выводу, принял решение полностью уничтожить ситхов. И оставить, можно сказать, только двух. Тот, кто имеет даже небольшой читательский опыт, может сразу увидеть в этом сюжете довольно стандартную схему лекала, по которому пишется сейчас большинство книг в жанре young adult. И это не критика, это неплохо. Эта книга тоже, я думаю, написана не для 40-летнего дяденьки, и вполне для подростка, там плюс-минус по возрасту. И схема эта простая, базовая. Есть, например, мальчик или девочка, которые живут очень скромно, часто очень в бедноте, они никому не нужны, никто на них не обращает внимания, тоже жизнь их протекает очень вяло, но когда им исполняется лет 16-18, в них неожиданно пробуждается какая-то могущественная сила, либо выясняется, что они либо дочь, либо сын, брат, сват, кто-нибудь. Короче, в родстве с какими-нибудь богами, и теперь их жизнь просто кардинально меняется. То есть нет никаких обстоятельств, нет никакого преодоления. Есть вот родство, и главное, что исполнился возраст. Хотя иногда действительно отталкиваются в таких сюжетах именно от ситуации. Как и поступил Карпишин, только более-менее щадящий. То есть он решил не выкручивать на полную эту схему и все-таки создал для Бэйна определенные условия, при которых он, в общем-то, попал к ситхам. И что очень важно, что происходит далее в таких сюжетах. Прибывает мальчик или девочка в академию, на какую-нибудь базу, в школу, неважно куда, и там сразу становится гиперпопулярным или популярной. Все начинают обращать внимание, всех хулиганов они наказывают, добиваются самых лучших результатов. Вообще они избранные, все учителя их любят и прочее, и прочее, и прочее. Здесь, в общем-то, тоже поначалу это есть. Однако, что меня удивило, я еще такого не встречал, чтобы персонажа в дальнейшем, ну, как сказать, ну, наверное, опускали. Потому что, когда Бэйн прибывает в академию, на него обращают внимание, как я уже сказал, его начинают учить, ему уделяют отдельное время, с ним беседуют учителя, то есть он начинает чувствовать себя нужным, важным. И в какой-то момент у него свистит фляга, и он зазнается очень сильно, и начинает нападать на тех, на кого пока что нападать не стоит. И в конечном итоге он проигрывает и опускается на самое дно. Просто он становится никому не нужен, никому не интересен. Просто какой-то отброс, который условно ходит там и моет туалеты, например. То есть становится никем. И с этого момента, если ранее у него было все для того, чтобы развиваться, то есть были все условия, вот перед тобой учителя, в любой момент только сиди, тренируйся, постигай силу, развивай ее в себе, начинай чувствовать, он вынужден теперь добиваться и подниматься наверх, просто прогрызая себе путь, просто через силу. Потому что теперь у него препятствует вагон и маленькая тележка. Вот такое редко можно встретить, когда персонаж не просто избранный, а он все-таки вынужден чего-то добиваться. За это Карпишину прямо огромный плюс. Также в нагрузку стоит сказать, что здесь, ну, мало того, что он вынужден прогрызать свой путь, так же и в дальнейшем он не какой-то имбовый персонаж, который бегает и всех побеждает. Да, в какой-то момент он там встает с колен, и все, теперь он могущественный. Нет, такого тоже нету, даже когда он уже начинает свое восхождение, и вроде бы большинство препятствий уже преодолено, все равно он сталкивается с проблемами, ему дают и по шее. И если честно, вот не зная я о том, ну, вообще, что это за персонаж, и какое его ждет будущее, я бы подумал, что он погибнет. Потому что вот на 100% можно сказать, что здесь персонаж учился, вот прямо на 100%, исключительно на своих ошибках. Причем таких фатальных ошибках. Это не просто ему приходило откуда-то свыше. Это, в принципе, похвально, когда так делают. У нас на самом деле в жизни, ну, зачастую не у всех, но зачастую у многих из нас такое и происходит. Плюс сюжет сконцентрирован не только на самом Бэйне, есть еще сторонние события. Все-таки в этот момент идет война между ситхами и республикой, а значит и джедаями. Поэтому про персонажей отдельных с каждой из сторон тоже, в общем-то, рассказывается. И здесь, опять-таки, тоже в плюс скажу, что мне нравится во вселенной вот «Звездные войны», особенно начиная вот с первой части, которую Лукас снял, первая, вторая, третья. Здесь нету неокрашенная история в черно-белые тона. Они весьма нейтральные. И что орден ситхов, что орден джедаев, по своей сути, ничем практически не отличающиеся друг от друга по структуре, просто они добиваются своих целей разными путями и поклоняются, используют разную сторону силы, силы темную и светлую. Они, в принципе, не являются абсолютно плохими или абсолютно хорошими. Среди ситхов тоже есть свои понятия, свои традиции, какой-то свой устав. Вообще, в целом, какие-то понятия... Ну, для ситхов это условное чести. То есть, они следуют своим правилам. У них есть субординация. То же самое касается и джедаев. Только у них... Они же вроде такие светлые ребята, положительные на всю голову. Но, как оказывается, и среди них тоже есть там свои распри, свои проблемы, свои интриги, какие-то политические ситуации. Да и сама республика, как я уже сказал, хоть и выставлена здесь как некая светлая сторона, то есть, на них же ситхи нападают. Но, как я уже говорил, это весьма условно, прям добрые. То есть, захвати ситхи власть, неизвестно, как бы оно было. Может быть, лучше бы не стало, но и не факт, что хуже. Тут тоже такой довольно спорный вопрос. Ну и персонажи такие специфические. Если честно, на протяжении истории я больше понял и проникся именно вот этим владыкам ситхов. Это не те владыки, которые, по крайней мере, я видел в фильме. Здесь они какие-то более адекватные, я их больше понимал. Ну и что самое главное, ради чего, в общем-то, я и взялся эту книгу читать. Здесь очень хорошо описано именно становление героя как злодея. То есть, здесь все описано шаг за шагом, четко понятно, плавные переходы между, скажем так, нейтральным персонажем. Он все-таки изначально не очень добрый Бэйн. От нейтрального персонажа до отрицательного проходится довольно плавный путь. Все понятно, никаких резких скачков я не увидел. И это очень и очень круто, потому что я люблю подобного рода сюжеты. Вот объясню, что данную книгу я взялся читать по двум причинам. Первая причина – это рекомендация, потому что я зарекся, в общем-то, читать книги по «Звездным войнам». У меня был крайне неудачный опыт. Я решил, я увидел книгу, которая якобы является продолжением шестой части фильма. Там тоже есть Люк Скайуокер. Но когда я начал ее читать, я дошел, наверное, где-то, ну, прочитал процентов 25. И все это время на каждой странице были какие-то дикие сноски. Их там было по две, по три штуки, которые постоянно отсылали меня к другим произведениям в таком темпе, что там, если ты хочешь понять, о чем эта книга, о чем они говорят, прочитай вот эту книгу. Если хочешь понять эту шутку, прочитай эту. А вот эти события происходили в комиксе в каком-нибудь, а вот эти события в мультике, в другом мультике, это в видеоигре. Вот, чтобы это понять, нужно прослушать музыку или там откопать какую-нибудь шкатулку под Саратовым. Ну, короче говоря, постоянно отсылки какие-то. У меня просто уже начинала кипеть голова. Я вообще не понимал, что происходит в этой истории. И я бросил это читать, поняв, что, наверное, ну, это, в принципе, так и есть, пишут для фанатов. Однако, во-первых, мне ее порекомендовали про Бэйна прочитать. Говорит, попробуй, должно понравиться. Я обратил внимание, но итог, почему я все-таки принял решение ее прочитать, это то, что я люблю истории, именно где объясняется, почему злодей стал таким, какой он есть. Какая цепочка событий привела его к этому. Я не очень люблю, когда персонаж вот плохой только потому и только для того, чтобы какой-то главный персонаж, центровой, казался хорошим. Это так себе идейка. Может быть, когда-то я не обращал особо на это внимание, но сейчас и уже, в общем-то, довольно-таки давно, мне всегда интересно, а почему? Почему этот злодей, он вот такой? Как мы можем, например, увидеть в «Крестном отце», например, когда мы знакомимся с Майклом Корлеоне. Это один персонаж, в конце это уже совершенно другой. И мы прекрасно видим, почему так произошло. И до самого конца истории мы не задаемся вопросом, из-за чего. То есть мы понимаем этого персонажа, и это очень важно. Причем я же хочу узнать именно не для оправдания, как иногда делается, а именно, чтобы понять, тогда мне история вся окажется более цельной. Хотя, к сожалению, и даже главный персонаж иногда не раскрывается. Это тоже, я считаю, очень важно. Однако тоже это нужно уметь делать. Я недавно посмотрел одно кино, абсолютно нелепое, где все объяснение персонажа, вот почему он злодей, сводится к тому, что вот я никому не нужен, общество злое, на меня никто не обращает внимания, я не такой, как все, я пойду убивать людей. Абсолютно нелепая ерунда, которую нам затирают на протяжении двух часов, и как-то не понять персонажа, не проникнуться к нему не получается. Хотя, тоже иногда поступают с перебором. Например, есть одна видеоигра такая, из серии Call of Duty, я не помню, как она называется, там играет Кевин Спейси. Вот там пошло с перебором, потому что под конец истории, когда злодей раскрывается полностью, в общем-то, у меня был вопрос к разработчикам, а вы уверены, что вы хотели сделать из него злодея? Потому что под конец это, наверное, единственный адекватный, и вменяемый, и, ну, может быть, неположительный, но понятный персонаж, который есть в истории. То есть вы сделали его не сколько злодеем, не сколько отрицательным персонажем, скорее антигероем. Он все равно герой по-своему. И такие вещи тоже, наверное, не нужно делать. И вот здесь, немножко отвлекся, здесь, в этой книге, в путь разрушения, здесь с этим все в порядке. Меня это очень сильно порадовало, я прям получил то, что хотел, но, к сожалению, я так понимаю, в общем-то, в этой книге это становление и состоялось. Я-то думал, это будет на протяжении трех книг путь. Дальше уже, видимо, будет его падение, но это тоже интересно. В принципе, я обязательно прочитаю вторую, третью книгу. Скорее всего, сделаю обзор сразу на две. Не буду разделять их, как сейчас. Но плюс в истории все рассказывается, минус происходит это все в одной книге, увы. Хотя, может быть, так и нужно было сделать. В остальном, это довольно интересная книга, в которой хороший баланс между экшеном и какими-то, скажем так, драматическими событиями. То есть, здесь не наполнена книга боями на мечах, стрельбой и так далее. Хотя, безусловно, все это есть. Единственный нюанс, понятное дело, эта книга рассчитана исключительно только на тех, ну, либо фанатов, понятное дело, либо на просто тех, кто интересуется этой вселенной. Просто сторонний человек, который либо ничего не слышал, либо слышал очень мало. И фильмы не каждый смотрел. Вряд ли они возьмут эту книгу в руки. А даже если и возьмут читать, вряд ли она им понравится. Потому что здесь, ну, в общем-то, основной уклон идет на интерес, как вот Бэйн стал тем, кем он стал. То есть, если этот персонаж не интересен, все остальные события в книге, они потеряют какой-то смысл. То есть, это исключительно такая вот книга, как фансервис, такой своеобразный. Хотя, я не исключаю, что есть книги, которые являются, вот, как я сейчас сказал, полностью самостоятельными, и их может прочитать любой. И если вы знаете такие книги, то пишите в комментарии. Я с удовольствием бы такое прочитал. Я хоть и не являюсь фанатом именно «Звездных войн», я там смотрел только фильмы, в несколько игр играл. Это вообще в целом первая для меня книга, как я уже сказал. Но я все равно прочитаю с большим удовольствием и сделаю обзор. Потому что я думаю, вселенная «Звездных войн», она интересна многим. И, в принципе, наличие ее на канале ему точно не повредит. На этом все. Я не буду сильно затягивать. Я заранее приношу извинения за будет большое количество склейк на видео, честно скажу, потому что очень жарко сейчас. Приходится очень часто отвлекаться, пить, чтобы голос не становился потом совсем не какущим. И из-за этого придется частенько делать монтаж. Так что приношу извинения. Со временем, я думаю, как-нибудь приноровлюсь и будет гораздо лучше. Все, друзья. Не буду больше отнимать ваше время. Всем пока. До встречи в следующем видео.